Про сатью и антисатью. Я отношусь к нему, к Сергею Яковлеву, он же сатья, с долей, ну, какого-то юмора, человек развлекает людей за их же финансы, в принципе, билеты у него не сказать, что супер дорогие, там, от полутора до трех, может быть, где-то у него в зависимости от кошелька людей и души, возможно, есть и индивидуальные семинары. Он очень, как тип для исследования, интересный, такой сенсорный, логичный, при этом надевает где-то искренне, где-то маску юморного, ну, шутки типично мужские, по второй чакре. Он уже 20 лет занимается этим бизнесом, укоренился в нем, в этом плане человек показывает, что он достиг желаемого, то есть финансы неплохие. Неплохие сейчас, вот у них у всех чёс по России, кстати, гражданин союзной нам республики Украины, но, как многие украинцы, он зарабатывает в России, потому что русский народ, как бы его там не халю, он может быть грубый русский человек, но внутри всё равно доброта, у многих, не у всех. И скинемся на помощь и сирийцам, и туркам, и египтянам, и реванцам. Только о себе мы почему-то думаем в последнее... У нас это как-то с детства нам закладывают, о себе, думаю, в последнюю очередь. Хотя сейчас поколение от 20 и выше, они не все, опять же, себя, может быть, это и хорошо, себя на первое место, хотя бы в этом поколении, потому что их родители, бабушки, они себя на последнее место ставят. Вот это любимая была фраза, я последняя буква алфавита. Опять же, вспомним, да, русская буквица, не было я, было аз-песима. Аз-это первая буква, то есть я на первом месте, аз-песима. Ну, всё переделали, переначали, не будем сейчас в этом вдаваться, кто когда это сделал. Так вот, кстати, возвращаемся, он молодец, что-то я. Своей финансовой целью он добивается, свой, свои адепты, своя секта у него многотысячная, может быть, уже под миллион есть. И не только женщины, в основном, конечно, женщины. Он вроде как и не привирает, не скажет, что он там сильно привирает. Он говорит как и есть, называет вещи своими именами. И в то же время он говорит то, что хочется услышать женщинам. Поэтому они так вот, как Стас Михайлов и в чём-то с Сатей. Ну, Сатя покруче Стаса Михайлова. Ещё он честен, в том плане, что он так и говорит, я не психолог. Действительно, я не психолог, но его опыт богатый. Он даже не скрывает, что там в армии они травку курили, от жены он уходил, забыл и так далее. А сейчас он успешный дядечка. А, ещё он сейчас, поскольку ему за 50, он роль такого папочки. Поколение 90-х, он такой роль папочки играет. Вот он говорит, папа то-то, папа то-то. И кому-то вот это вот нормальное отношение с отцом какого-то процента на день не выстроено. Отцы либо вообще их не было, только номинально. Либо спивались, либо вот такие, как у меня. Неадекваты. Ну, у него уже с детства было повреждение. Я сейчас не буду снова повторяться. То есть повреждение психики, там по голове его шарафали. И вот эти вот ненормальные всякие обряды на психику действовали мачеха. С её заскоками обделяли, не додали любви человеку. Мать в гроб закатала, его отец, ему 6 лет было. Видишь, ну, не все мальчики, выросшие без матери, такими становятся. Ну, так вот, мы сейчас не про этих людей вообще, что хорошее отношение с отцом небольшого процента девочек, женщин. И поэтому, конечно, вот этот вот папочка, который подскажет, даст совет, и даром, и не даром, это всё срабатывает. Поэтому он достаточно успешен. Не важно, как бы там его не хейтили, и он даже может себе позволить. Может быть, это такая реклама тоже была, мы не знаем. Может, реально. Он эмоционален, это сразу видно. Он уже, за 20 лет он уже не сдерживает, вот, какой он есть. Он может действительно сказать, ну, простите. Не важно, искренен, не искренен. Он скажет, ну, простите, да, я живой человек, мы все живые, я не идеально. И вот настучать по башке с сумкой. Причём ряд женщин, которые присутствовали на том мероприятии, они к этому отнеслись с юмором. Ну, поржали, посмеялись, вроде как, та женщина осталась в дурачках. Может быть, не в дурачках, может, ей заплатили конкуренты или сам, кстати. Ну, это же тоже реклама. И теперь все вспоминают, как, кстати, с сумкой по башке настучал, и уже шутят на эту тему. Ну, он ещё и дальше будет успешен. Ну, правильно, он же содержит кого? Себя, свою жену, сын. Он же не хочет, чтобы сын у него был в зоне боевых действий, неважно, с какой стороны, с украинской или с российской. Поэтому... Поэтому Сати будет ещё долго успешен. Ну, если только новый Сати, его не переплюнет какой-нибудь, который сейчас уже начинает набирать обороты. Когда есть спрос, а спрос на таких вот кучи тренеров всегда в ней будет, потому что проблемы, они никогда не исчезают, поколения меняются, а проблемы остаётся те же самые. В чём тут вопрос? В том, что по каким-то причинам... Мы сейчас будем говорить не про мужчину, а про женский пол. Девочек неправильно воспитывают. С одной стороны, насилие, неважно, там, моральное, физическое, ещё какое-то насилие в семье. Ну, то есть там, где растёт ребёнок, девочка. С другой стороны, неправильно... Мама несчастливая, бабушка, если несчастливая, там, тётка... Ну, тот человек, который женского пола, который рядом был, как пример для неё. Это всё автоматически считывается и передаётся. Мне был показан правильный образ жизни, отношений между мужчиной и женщиной. И вот было вот это насилие, подавление со стороны, там, отца, деда, дядьки в отношении жены и ребёнка. Девочка, она уже потом считает, что действительно вот такое к ней неуважение, обесценивание, насилие — это норма. И поэтому на подсознании девочки, они ищут таких, и притягиваются к таким, которые с виду могут быть, конечно, неуспешны финансово. Ну, пускай такой середнячок, мы сейчас не говорим про миллионеров. И подарки были в глаза пустить на первом этапе, а потом вылазит истинная природа человека. То есть он будет нарцисс, он будет эгонист, он будет садист. Он будет требовать, жёстко контролировать, требовать выполнения его пожеланий, его правил. А если ты не подчиняешься, значит, тебя нужно наказывать. И чаще это вот именно физическое насилие и моральное тоже. Собственно говоря, у моего же отца это и есть. Хоть он финансово никакой. То есть бывает, что мужчина успешен финансовым, деятельностью какой-то, и при этом вот он подавляет и издевается. А бывает, что, можно даже пошутить на эту тему, ты ничего из себя не представляешь, ты ничего не достиг в финансовом плане и так далее. То есть, ну, ты не творческая личность, то есть не создал чего-то такого супер-эдакого. Не в бизнесе хотя бы небольшом. И при этом ты почему-то требуешь, что ты должен, твои какие-то пожелания и прочее должны выполняться беспрекословно. То есть ты нацепил на себя корону вообще незаслуженно. Ещё понимаю, когда действительно некоторые терпят, что финансы, финансы, финансы. Хотя это неправильный подход, не нужно терпеть. Ну, отчасти вот это правило лучше сдохнуть, чем с такими людьми быть рядом, которые над тобой измываются, даже если при этом они тебе икрой кормят, чёрной, кальмарами, лобстерами. В общем, финансово тебя снабжают, но продолжают издеваться морально и физически. Ну, смысл. Всё равно это всё придёт. Сейчас, кстати, очень активно крутят. Если бы это была какая-то рядовая казашка, ей вряд ли бы так шибко крутили. А здесь прям целый спектакль. Уже женщины, разные психологи разбирают, вот почему она жертвой стала, почему она притянулась к этому садисту, тирану. Салтанат и вот этот Куандык в Казахстане. Потому что Салтанат был не из бедной рядовой химией, ну, а Куандык тем более, он и бизнесмен, и дешевый министр. Пш! Проблема как была, так и есть. Неправильное воспитание девочек. С одной стороны, их подавляют в семье, заставляют быть в роли жертвы. А с другой стороны, всё искусство, не всё, но часть искусства, она уже показываются искажённые какие-то истории, судьбы, женщины, мужчины с проблемами психики. На эту тему есть ещё такой канал Света Комета. Не знаю, как сейчас, давно не была. Она очень хорошо разбирает фильмы персонажей и прям показывает. Причём фильмы любимы многими, но люди даже не догадываются, что у персонажей есть тоже свои психические проблемы. Незакрытые гештальты и так далее. Вероника, чтобы там они не говорили про неё, тоже есть хейтеры, поливают грязью и так далее. Но вот Вероника Степанова мне, в принципе, нравится, как она характеризует наших публичных личностей, реальных людей. Интересная подача материала. Всё субъективно я делюсь лишь своим. Может, кому-то она не нравится, её психологические портреты, которые она делает на публичных книгах. Но мне она импонирует, Вероника Степанова. И вот Света Комета, канал. Там вот именно персонажи всеми любимых фильмов разбираются. И Москва слезам не верит. В главной героине того мужчины, он же Гоша, он же Бога, он же Жора, там есть свои психические моменты отклонения от нормы. Одно дело, когда чуть-чуть отклонения, а другое дело, когда серьёзное отклонение. И вот в такой атмосфере растут одно за другим поколением, те, кому сейчас 20, и за 30. И они ждут, реально они ждут принца. Сейчас принца-то кто? Это с определённым счётом банки. Человек, который может себе позволить очень многое. Поездки по миру. Какой-то бизнес мелкий он не был. Ну, кто-то соглашается на мелкий. Главное, чтобы самой не вкалывать, самой не трудиться. Либо это что-то такое, как быть блогером, на этом зарабатывать. Хотя сейчас в России посложнее с этим. Ну, ходить вот туда. Это всё, конечно, здорово. Ходить в процедуры, делать всякие салоны и прочее. Шоппинг. Моппинг. Шоурумы. И прочее. Это всё, конечно, здорово. Но они ищут, чтобы вот сидя не обременять ничем. И в то же время, чтобы у них шёл доход. Чтобы они могли это себе позволить. Всё. И здесь ещё есть такой интересный момент. Невольно с этим столкнулась. Я бы так до сих пор и не знала. Кто мне подсказал. Мужчины в этом плане подкованные. Становятся. Не все, конечно. Сейчас всякие разные там группы везде. В сетях, на ютюбе каналы. Там Дягилев. Канал Реалист. Эдуард Икс. И остальные. Они просвещают мужчин. Прямым прямым текстом. Там есть мужчины идут своим путём. Men go the way. С английского дословно. MISP. Прям просвещают. Кто не дурак, тот понимает, что лучше жить для себя. Особенно те, у кого уже там за плечами был супружеский союз. Ребёнок, аргументы. Изучают законодательства, поправки в законодательстве. Новые какие-то законы. И говорят, а нафига нам это сдалось? Мы хотим жить для себя. И поэтому вот эти дурочки, которые ходят на всякие кучи, тренинги, семинары, к садик, остальные, они реально дурочки. Они вроде не дуры, но при этом они остаются жить в иллюзии. Что мужчины должны стелиться, присмоткаться, отстёгивать деньги. А я ещё буду куфу-фу. Не хочу готовить, не хочу в стиралку закинуть, не хочу пылесос включить, полы помыть или ещё что-то сделать. И только всё для меня, только мне. И оказывается в пролёте. Там может быть 0%, которые действительно в лотерийный билет себе вытянут. Но так они всё равно впрягаются, они понимают, что сегодня я с ним, с этим миллионером, а завтра он меня выкинет под руку, он уже заведёт, там уже очередь за моей спиной. Поэтому некоторые в этом плане стараются выучиться какой-то свой бизнес, чтобы потом с голой жопой не остаться, особенно если дети. Не факт, что он будет эти алименты платить, даже если он миллионер, копейки какие-нибудь. То есть всё поменялось. С одной стороны, столько информации, столько возможностей, а с другой стороны, женщины, неважно сколько они лет, 20, 30, 40, да и в 50, в 60 достаются вот эти вот принцесски, которые всё мечтают о своих принцах, чтобы дома сидеть, ничего не делать, шоурумы, бизнес, социальной красоты, и чтобы всё оплачивал мужчина. А ты для этого мужчину особо и не напрягаешься. Вот такие вот интересные тенденции наблюдаются. Ну, а мне, может быть, становится нехорошо. По жизненным обстоятельствам пришлось всё со мной. Ну, я не знаю, сколько там впереди отмерено по ряду причин и лет жизни, но стараюсь всё равно. Есть определённые задумки, планы, и мне приходится всё со мной. Я не ищу, никого не жду, не ищу, что кто-то там завалит мои задачи на себя и будет грести, тащить на себя, а я сяду на шею ноги свежую и буду помукать. По поводу самой красоты, ну, сейчас весна, схожу, апгрейд сделаю, такой минимальный, мне вот этой вот тенденции, так называемой моды нет, мне интересно. Да, пора уже, из пячки медведи выходят, и я из пячки выхожу. Как ведающий, природа засыпает, умирает на зиму, и я тоже самое, мне ничего не охота особо. Сейчас вот надо взяться. У меня, конечно, ограниченного времени, очень мало сходного времени, но тем не менее нужно выкроить. Сделать себе апгрейд, вот, с апгрейдом все мы красотки, я имею в виду про внешность. Внутри-то это совсем другое. Внутренняя красота это сейчас, не знаю, редкостный алманд, диамант, алмаз, внутренняя красота. Да, и кому нам нужна эта внутренняя, ее замечательная зиму. Такие вот интересные моменты. Всем прекрасного дня!